Дра с ладони, рядом проклевывается другая, вокруг колеса ржарчина. Железо сгнило за 4 года. Водитель Андрей ремонтирует автобус постоянно, ставит заплаты. Позавчера менял двигатель старый на менее старый. Других вариантов нет. Запчастей нет, они ремонтируют. Практически не ремонтируют. Или привозят такие запчасти, которые... А ремонт какой делается? Такой? Ремонт подвески, ремонт двигателя. Невооруженным взглядом необходимость ремонта видна, но по документам деньги на него в том числе выбивали 2 года. Сегодня в администрации Барнаула финальный разговор о тарифах. Задача чиновников – предотвратить волну возмущений пассажиров, перевозчиков – выжить. Расчетность и бестомость перевозки одного пассажира в 2019 году составила 23 рубля. Это без учета рентабельности. Столько же запросили автобусники, а владельцы маршрутных такси – 25. По мнению властей, себестоимость ниже, чем заявляют перевозчики, но с учетом плачевного положения в отрасли, большинство все же одобрило рост цен. Но ощутят ли его? Ведь с января барнаульцы смогут выбирать тарифный план, считая свои поездки. И не превышать своих трат на проезд, уверяют разработчики, вполне реально. Предлагаем попробовать ввести единый проездной. Он будет у нас по двум ценам идти. Значит, первый – 400 рублей продаваться будет проездной билет. Хочу отметить, что стоимость одной поездки для купившего его будет составлять всего лишь 20 рублей. Пользователям электронного кошелька цену поднимут до 21 рубля. Для школьников и студентов ведут безлимит. По мнению авторов, к концу следующего года 80% пассажиров перейдет на тот или иной проездной. То есть себестоимость проезда опасаются перевозчики опять сомнительно. Владельцы маршрутов просили власти на этот раз пересмотреть и тарифы льготников, чтобы не возить их за свой счет, как это нередко бывает. Мы еще и возим категории льготников, которые, к сожалению, не своевременно и не полностью нам компенсируются. К этому вопросу разработчики обещали вернуться через год, посчитав реальное число пассажиров и оценив эффективность системы новых проездных билетов. Впрочем, перевозчики предлагают обсуждать и поднимать тарифы ежегодно. Ведь рост ГСМ съедает до 60% доходов. А самих горожан грядущие повышения уже, кажется, не пугает. На три копейки подорожание – это несущественно по сравнению с коммуналкой. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости.